Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня пятница, и может быть именно поэтому у нас такая замечательная тема. С одной стороны мы будем говорить о бизнесе, но с другой стороны этот бизнес связан с культурой прежде всего. И тема нашей программы такая. Кинорынок России и Ирландии. Сходство и различия. Я представляю прежде всего моего гостя. Это Джерем Маккарти. Сценарист, режиссер, сооснователь фестиваля ирландского кино в России и также глава коммерческого отдела посольства Ирландии в России. Добрый вечер, Джерри. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Разговор интересный, я уверен в этом. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Также есть адрес компании финам.фм. Пишите и задавайте свои вопросы относительно наших сегодняшних разговоров. Итак, еще раз тема кинорынок России и Ирландии. Сходство и различия. Но, собственно, чуть позже мы будем оценивать или сравнивать эти два кинорынка. Давайте начнем с того, что, Джерри, я задам вам вопрос, касаемый непосредственно вот этого самого фестиваля ирландского кино. Откуда появилась эта идея? Как она реализовывается? Насколько давно он существует? Ну, мы начали его проводить в 2008 году. Здесь живет еще вот ирландец Джонни О'Райли. Он активный кинорежиссер сейчас. И вместе с ним мы очень давно дружим. И появилось так, что просто было как-то, ну, возможность именно в 2008 именно проводить. Мы давно хотели это делать. Я должен был начинать какие-то съемки, они отменились. Он тоже был не совсем как-то занят. И мы решили, что если не сейчас, тогда никогда. То есть этот момент настал, да? Абсолютно, да. А изначально вы сценарист, режиссер, да? У вас есть профессиональное образование, вы занимаетесь в кино. Вы знаете, что вот это, может быть, начинаем с различиями. У меня нет профессионального образования именно в кино. Это все я получил на уровень, скажем, пробы ошибок. Я, когда я приехал в Россию первый раз, это был очень-очень давно, 89-й год. Я работал какое-то время как линейный продюсер на разные ко-продакшнсы, которые были. И через этого я начал наблюдать именно этот процесс. И понял, что на самом деле, действительно, мои как-то давние мечты, вот скажем, стать режиссером, могут даже существиться здесь. Есть. У меня был сценариев, ну, наверное, несколько здесь, которые я начал показывать именно с нашими партнерами, с которыми мы работали в Питере на Ленфильме. И вдруг вот сценарий очень сильно понравился им. Но так написан был сценарий, именно как авторские кино, что они сказали, настаивали, что человек, который написал, должен быть именно, должен его поставить. И так мне очень повезло. А почему они на этом настаивали? Им показалось это логичным, да? Потому что никто другой... Был очень подробно написанным. Из-за того, что у меня не было вот этого профессионального образования, я, естественно, попытался компенсировать. С каждым так подробно просто вот настолько было написано, что видно было кино сразу. И поэтому был такой, ну, наверное, такой акт доверия ко мне. Это ваш был первый опыт профессиональный, да? Именно как режиссер, да. Как режиссер, да. Очень давно. А после этого? Ну, после этого я перешел, как ни странно, я перешел больше, вот скажем, консультировать на какие-то российские кинопроизводства. Которые были именно, чтобы найти вот этот западный рынок. Потому что, вот скажем, очень много фильмов, которые были сняты здесь, они не учли абсолютно, вот может быть, какое-то недопонимание у нашего европейский, мировой рынок. Какие-то подробности, опять же, специфика вот России. Да, речь идет о том, что фильмы, которые снимаются в России, да, ориентированные или, может, не всегда специально ориентированные на западный кинорынок, они там не находят, да? Не находят частично, потому что очень глубокий уровень, скажем, авторских самовыражений, которые просто не переводятся никак. И из-за того, что, скажем, голос очень много авторов достаточно сильный, но очень, скажем, специфичный, очень сложно это адаптировать, что это было именно нам понятно. И может, и не надо это вот адаптировать. Ну, наверное, и не надо, да, действительно, все-таки авторское кино, это вещь такая достаточно тонкая и глубокая. Ну, все равно, я считаю, что если хороший авторский кино, хороший, он по-любому доходит до любого зрителя. Может, потом не буду понять, вот, где находится, либо там, на каком улице, или на каком языке, но если человеческий фактор, искренне, абсолютно, вот тогда он чувствуется везде абсолютно. Ну, это, да, то есть, если цепляет за душу, что называется, да, неважно, на каком языке, да, и в каком. Я соглашусь, это да, это очевидно. Ну, так вернемся. Итак, фестиваль Ирландского кино, с восьмого года он проходит, я так понимаю, да? Да. Каждый год в Москве исключительно, или в Питере вы тоже делаете? Он был один раз у нас в Питере, но просто мы поняли, учитывая, что наша команда очень маленькая, что мы просто не справимся, чтобы делать его реально красиво, хорошо, не получается. В этом году у нас будут какие-то показы в течение, вот, ближайших, скажем, трех месяцев, потому что Ирландия является президент, вот, Европейский Союз, вот, на шесть месяцев. Поэтому мы постараемся распространять эти фильмы, вот, больше, ну, больше на DVD, к сожалению, но по разным городам. Ну, в основном московские, да. В основном московские. Да. Ну, то есть, я так понимаю, что, ну, как бы, традиционный, это не совсем традиционный, да, фестиваль, но в такой техническом воплощении. Потому что обычно, да, фестиваль вот с такого по такое время, зал какой-то, или несколько залов кинотеатра, да, и вот пошли фильмы, 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 фильмы. Да. Несколько иначе, да, это все выглядит у вас? В этом году у нас, да, у нас все перемешано, потому что у нас не только кинофестиваль, у нас фестиваль музыки, у нас фестиваль комедии, у нас вот так называется, вот, скажем, такой, ну, как сказать так, арт-фестивал, да, приезжают наши, вот, скажем, рассказчики, которые будут там делиться вот своим опытом. Потому что Ирландия, это вот больше страна, наверное, где рассказывают и разговаривают, чем показывают и занимаются, скажем, изобразительное искусство. Поэтому очень много из тех, которые приезжают, наши комиков, которые приезжают, они очень разговорные. Да, да, вот по поводу рассказывают, да, это кто это рассказывает? Это именно разговорный жанр? Да, есть старинный разговорный жанр. Когда был именно проблема, вот, скажем, 300-400 лет назад, там, скажем, запретили, вот, скажем, в ирландских школах именно рассказывать историю Ирландии. И мы должны были это заниматься буквально в кустах. Это называлось вот в кустарных школах. И через это, скажем, как, опять же, в греческие времена, в римские времена, вот эта идея вот рассказа, как и было в Вергиле, вот, Овид и так далее, это все вот передавалось нам именно. Поэтому мы так много разговариваем. Здорово. Иногда. Иногда. Да, да. Ну, сейчас как раз тот самый случай, и мы с вами продолжаем этот разговор. И, значит, я хотел бы, собственно, уточнить вот этот момент. Насколько интересен, насколько высок, точнее, интерес к ирландскому кино в Москве, ну, или в России в целом находите вы? Вы знаете, вот, настолько интересно именно ирландское кино. Вот фестивальных кино по-любому не хватает в Москве, кажется, и в России. И возможность увидеть какие-то фильмы, которые будут именно в прокате у нас и в Европе. Поэтому в течение вот этих всех годов мы действительно столкнемся с людьми, которые очень интересуются Ирландией, которые знают, где Ирландия находится, которые могут даже с нами разговаривать на родном ирландском языке, именно в Москве, да, в России. Но, мне кажется, это больше вопроса качественного кино, и, опять же, вот эти человеческие факторы, которые отражаются в наших фильмах, где мы понимаем, что мы никогда в жизни не будем заниматься блокбастерами, да. Мы можем только вот именно вот такие камерные. А почему? Ну, во-первых, страна очень маленькая, да, вот скажем... То есть ментальные какие-то вещи, да? Я думаю, что да, да, вот. Нам не нужен чум, нам не нужен вот эти большие изрывы и так далее. Нам больше именно вот акцент на человеческой истории. Это очень важно, это отражается именно в сценариях, и наши кинофонды ирландские там очень-очень большое внимание, и акцент ставить именно на сценарные работы и разработке. Поэтому очень часто получается так, что кино, которое снято, это вот 16-й, 20-й, 25-й вариант сценария. И это очень сильно отличается из ситуации здесь. Ну, в этом случае, да, наверняка есть смысл поговорить о том, что... Вы начали даже, да, мы должны приехать, ну, говорим о России в том числе, должны приехать в Россию и сказать, прежде всего, да, напомнить, где находится Ирландия, потому что наверняка многие, да, могут этого и не знать. Путаются постоянно с Исландией, с Кринландией, с Голландией. Да, 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 совершенно верно. Потом речь уже идет, да, непосредственно о том, что такое Ирландия, ее история, да, ее, соответственно, какие-то особенности. И, в частности, вот мы начинаем уже говорить. Ну, есть такие достаточно банальные стереотипы, даже если говорить о России, да, вот где-то далеко за рубежом, мы говорим, спрашиваем у американца, да, и у европейца, у австралийца. Вот вы знаете, такая страна России есть. Ну, да, слышали, наверное. А что вас ассоциирует сразу, да, со страной России? Ну, и стандартные штампы, там, что-нибудь, балалайка какая-нибудь, да, что-нибудь, медведь и так далее. Я просто веду к тому, что наверняка вот такой набор штампов, да, есть и у среднестатического россиянина, например, в отношении Ирландии. Вы наверняка с этим сталкивались. Да, конечно. Вот, каковы они? Ну, вот сразу это гиннес и виски, сразу первая, вот, скажем, реакция. И после этого, конечно, если судить по разным ирландским событиям, которые есть в городе, там, это пабы, это, скажем, в основном, это как типа такой, ну, веселая тусовка, да. Хотя, естественно, вот литература ирландская, там, если мы смотрим на Джоис Пекетт, там, Шоу, Байлд, там, и так далее, это немножко более глубокий уровень, который, к сожалению, вот скрывается или там теряется именно под этого вот церетия. Ну, смотрите, вот такой поверхностный взгляд, да, и, безусловно, это даже речи не идет о том, что я знакомлюсь с Ирландией, да, посещая ирландские пабы или, там, выпивая кружку, да, Эля, если правильно. Ну, Эля, да. Можно так сказать. Можно, да. Речь не идет ведь о том, что я знакомлюсь с Ирландией. А вот эта проблема чья? Непосредственно носителей, да, они вот так поверхностно предлагают, да, знакомиться с своей страной или все-таки... Вы знаете, вот, опять же, мотивации именно создать фестиваль и расширить фестиваль именно в разные другие, скажем, областях. Ну, только не только кино, да, соответственно. Да, это было именно, чтобы именно попытаться разбить вот эти стереотипы. Опять же, вот, я говорил про разговорную речь. Ну, вот эти, вот, скажем, комиков, которые приезжают, они у нас и не только у нас очень известны. Ну, да, может быть, они будут что-то выпить на сцену, но больше они будут... Ну, это не страшно. Жиль, я вас прерву, мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжим, уважаемые слушатели, продолжим наш эфир. Это бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Джерри Маккарти, сценарист, режиссер, сооснователь фестиваля ирландского кино в России и глава коммерческого отдела посольства Ирландии в Российской Федерации. Ну, и мы обсуждаем, еще раз напомню, тему, которая связана с кинорынками России и Ирландии. Попытаемся чуть позже обнаружить некие сходства и различия. Напомню еще раз, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.ФМ. Звоните, присоединяйтесь нашему разговору. Ну, и вернемся все-таки еще, Джерри, если не возражаете, к обсуждению фестиваля как такового. Вот мы как раз перед тем, как пойти на новости, замечательную фразу я от вас услышал, что основная мотивация создания этого фестиваля, ну и, наверное, все-таки есть смысл более широко рассматривать, да, дни Ирландии в Москве, может быть, да, не обязательно кинофестиваля, фестиваль, связанный с какими-то другими видами деятельности. Основная мотивация была именно вот эта, да, чтобы россияне, да, глубже знали, что такое Ирландия. Глубже знали и, наверное, нашли в нашей вот кинокартине вот как некий зеркал. Потому что мы считаем, тем более я живу здесь, ну, полжизни я живу здесь. Если мы снимаем языковый барьер, мы очень похожи. И наше кино мы подбираем именно для фестиваля, именно вот в цели именно обратиться к теми вот, ну, опять же, глубокими, трогательными, эмоциональными, романтическими моментами, которые есть и в нас, и в вас. Кстати, у вас наверняка есть некие, да, уже и по этому поводу итоги, мысли, рассуждения. После того, как несколько фестивалей в Москве прошли, собственно, да, попали в цель они. Уже больше и больше, да, потому что чувство юмора почти тоже одинаковое. Вот этот черный юмор, вот эта вот, скажем, постоянная необходимость бороться вот через юмор с обстановкой там ситуации, действительности, это есть, опять же, у вас это более масштабная вот ситуация. У нас это единственное наше спасение в течение много веков. Я почему-то подумал, что если говорить о ментальности, да, почему вот мы действительно вот так, и вы, да, как вы сейчас говорите, тоже похожи с этой точки зрения, потому что суровый климат, наверное, да, заставляет человека постоянно сражаться, постоянно преодолевать какие-то трудности, ну, и так потрунивать самим на собой. Я думаю, что это, ну, не совсем климат, это больше, наверное, вот отсутствует какой-то личной свободы или ощущение личной свободы, когда есть внешние какие-то факторы, которые ограничивают человека, именно вот вести себя, как он хочет, высказать, как он хочет. У нас эта ситуация была в течение многих веков именно с британской властью, которые, слава богу, мы как-то помирились и решили все. Но вот здесь еще вот этот момент, здесь люди не знают, они еще пока, может быть, не набрали смелость именно в искусство, чтобы самовыражаться, не смотря на рынок или на кассовые сборы, а просто вот самовыражаться, потому что они хотят высказаться и знают, что вот зрители будут это понять. То есть опять осталось, да, еще оттуда, за спиной, из истории, ну, некое опасение, да, того, что я не могу самовыразиться, потому что это может, так сказать, да, выглядеть как-то, ну, с точки зрения... Грубо можно получить по башке из этого. Да, вот, 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 вот. Это грубо, но это правда, на самом деле. Мы действительно, я имею сейчас уже Россию и Советский Союз, наверное, в какой-то степени, очень долгое время, да, жили под этим же прессингом, и мы прекрасно знаем, что все наши выдающиеся деятели искусства, они прибегали к некому, как говорят, такой, эзоповому языку, да, или там пользовались некими метафорами для того, чтобы рассказать о том, что происходит, но другим языком, чтобы не получить по башке. Ну, у нас самый лучший пример, наверное, вот это вот, это вот Кулевер, да, вот Свифта. Вот, где, опять же, это вот абсолютно два текста, есть поверхности текста, есть текст именно, скажем, не политический, но такой, скажем, сатирический, да, который очень четкий, если хотим, скажем, открыть вот эти метафоры и так далее, мы найдем именно вот какую-то истину. Да, да, совершенно верно. Хорошо, давайте вернемся, тем не менее, к кино, все-таки, еще раз напомню, бизнес-класс, мы говорим о бизнесе, ну, не последний, а еще все-таки вопрос в отношении фестиваля, у него действительно мотивация достаточно благородная, благая, я бы сказал, но задачу заработать денег вы все равно ставите, наверное? Вы знаете, не сильно, у нас господдержка, вот, у нас есть Министерство культуры, вот Cultural Island, да, который поддерживает сильный проект, у нас еще есть пара коммерческих компаний, которые никак не получают выгоды от этого реклама, ну, у нас инженерные компании, две, вот, скажем, две компании, которые занимаются строительной инженерией, ну, а как они как-то обращаются к нашим зрителям, которые, ну, еле-еле имеют деньги на, скажем, на сарай где-то, да, поэтому, опять же... То есть они являются спонсорами, да, но в то же время не ставят никаких коммерческих задач перед собой? Абсолютно нет, и каждый год это, действительно, это трудно именно, скажем, покрывать все эти расходы, мы уже поняли, как это более-менее делать, где-то мы сокращаем какие-то расходы, где-то придется что-то делать в последний момент, в чем мы очень сильно виноваты иногда, но нет, ну, идея это попытаться именно распространять вот это ощущение. То есть идея благородная, и коммерческим проектом это назвать сложно, да? Если бы. Если бы. Дай бог, может быть, со временем все-таки будет это и приносить, благое и дело-то, я согласен. Хорошо, ну, а теперь давайте поговорим непосредственно о кинорынке, да, как он устроен в Ирландии, как он устроен, тем более вы тоже знаете не понаслышке, да, как он устроен в России, есть какие-то общие моменты именно о кинорынке, как о бизнесе мы говорим сейчас? Ну, я думаю, что вот тех людей, действительно, мы начали говорить про образование, да, вот, скажем, очень много из наших людей, которые занимаются продюсерством, они действительно вот учились где-то именно как стать продюсером, они думали... Где-то это где, в России, в Ирландии? Нет, нет, это у нас, это у нас или в Европе, чтобы, потому что, опять же, продюсер там, это человек, который видит какую-то сценарную работу и аккуратно, скажем, неаккуратно, но искренне, скажем, самовыражение режиссера, автора и плюс еще коммерческие возможности. Он будет думать о... Последность, извините, последность именно это, смотрите, сначала он видит, да, ну, как бы, я так понимаю, некую художественную задачу, да, того, что он собирается делать, потом он видит, естественно, да, возможности автора, да, его глубину, а потом только коммерческая цель. Самое приятное, это когда встречается с продюсером из Европы, который не может просто скрывать свой восторг от сценария, который он только что читал. Он не сидит и думает, там, сколько кинотеатра, сколько копий будет уходить, там, сколько там банок, там, скажем, попкорн, он просто вот ходит, просто вдохновлен. Это вдохновение, к сожалению, вот, скажем, с моего опыта, вот, скажем, немножко отсутствует здесь. Здесь, в России. Вот это первая особенность, да, и первое отличие, так точнее, да? Да. Если мы говорим о продюсировании, то в Ирландии, я так говорю, на первом месте все-таки художественная ценность, а в России, да, скорее всего, ну, в основном, я думаю, не будем так огульно уже, да, обо всем говорить, кинобизнесе, но в основном это задача заработать, да? Я думаю, что да. И заработать именно, не обязательно, там, в процессе кассовых сборок, что тоже очень опасно, что очень часто снимаются фильмы, где смета потрачена именно к моменту проката. И не остается ничего, чтобы прокатывать, рекламировать это кино. Деньги все зарабатывали, и кино вот остается в Яуфе, там, скажем, в коробке. Часто, к сожалению. То есть изначально, да, задача даже не довести до проката, да? Ну, то есть не задача, точнее, а мы видим такой, да, результат, что до проката. Ну, задача или так получается. Случайно. Ну, случайно, специально, да, вот скажем. Сложно об этом говорить. Да, да. В Ирландии таких вещей не бывает? Нет, контролируется очень жестко. А кем, кстати, контролируется? Государством? Ну, начиная, там, скажем, от налоговой инспекции и государства, да, если наш кинофонд, скажем, дают деньги, он хочет видеть полный отчет за эти деньги. То есть, каждая копеечка на что потрачено? Сто процентов, да, абсолютно, да. А здесь они сквозь пальцы, как и во многих других вещах, да, и в киномиотографе то же самое. Да, да. И из этого материал страдает, из этого, скажем, очень много фильмов, которые, может быть, должны были быть сняты, сняты, вот не сняты. Они остались именно на уровне разработки сценария. Еще у нас очень хорошая господдержка для кино, налоговые угоды для людей, которые финансируют и вложат деньги в кино. И это очень сильно тоже помогает. При этом это не только ирландцы, это вообще вот из любого точки мира человек может приехать в Ирландию и вложить деньги в кино, и вот он не платит на это налог. И это, конечно, стимулирует все, там, выше грань, вот, поменяли вот в прошлом году. Раньше был максимальный бюджет 35 миллионов евро, а сейчас это 50 миллионов евро. Чуть-чуть такой рост чувствуется, да, что есть стремление расширить вот эти, опять, не на уровне блокпостера, потому что блокпостер сейчас меньше 100 миллионов, по-моему, не снимешь. Ну, я, честно говоря, не силен, но я так предполагаю, что здесь деньги-то совсем другие. Есть такое ощущение. Есть такое ощущение. То есть, другими словами, опять, да, я правильно, если понимаю, то именно государственная поддержка, именно то, что, да, непосредственно государство само заинтересовано в хорошем кино. Абсолютно, это же реклама. Это реклама и промоушен для страны, которые достаточно, действительно, как вы говорили, не везде известны. Поэтому мы, может быть, не рекламируем, да, опять же, какие-то конкретные товары, но мы рекламируем себя, как, ну, как люди, с которыми можно иметь дело, которые имеют какие-то правильные ценности и так далее. И плюс еще страна мы показываем. Да, то есть, такая репутация некая, да, страновая репутация. Абсолютно, да. Да, если предлагать людям, которые плохо знают Ирландию, еще и кино, своеобразное так его назовем, да, то, что здесь очень часто появляется у нас, то и репутация такая же может легко возникнуть. Да, и при этом это не значит, что все ирландские фильмы такие позитивные. Очень много даже, вот в этом году мы показываем достаточно депрессивный, негативный, тем более, вот, скажем, на фоне вот этот коллапс, который был несколько лет назад, там, банковский. Но все равно человеческий вот, человеческий импулс чувствуется очень сильно. Я понял, я понял. Ну, вот, собственно, первое, да, я бы сказал, такое ключевое отличие российского рынка от ирландского. А сходства какие-то есть? Ну, вот, по крайней мере, мы говорили о близости ментальной, да, между ирландцами и россиянами. Ну, можно посмотреть только по кассовой сборах, опять, почти одинаково, скажем, выросло, вот, скажем, сборах у нас и у вас вот в прошлом году, где-то на 8%. Люди больше и больше ходят в кино, вот там, получается, у нас на душу населения где-то, по-моему, 4 раза в году они ходят в кино активно, но это, естественно, на весь население. Ну, это, да, такая статистика усредненная. Усредненная. Поэтому любовь к кино 100% есть. Тем более кино, вот, скажем, начинают посвящать кино больше, когда есть экономические трудности. Это тоже, вот, доказано. По крайней мере, у нас. И у нас, по идее, самые высокие, вот, скажем, посвящаемости именно в Европу. А как вы думаете, в чем здесь логика? Экономические трудности? Сиди дома, экономь деньги, а ты идешь в кино зачем-то. Я думаю, что это некий, как сказать, ну, выход из положения. От души на так, да? Ну, это стараться именно жить в какое-то время, пару часов в другом мире. Вот себя представить другим человеком, там, скажем, если человек в тяжелом положении, он становится, скажем, вот, героем на какого-то часов. Это романтика тоже, вот, это любовь, которая, может быть, не всегда, вот, скажем, в жизни, там, чувствуется так сильно, как в кино. А люди могут именно, вот, перейти в другом мире, в другое пространство. Другую реальность какую-то, да, и там найти, найти. Да, на какое-то время, да. Необходимо. Если говорить, да, вот, о некой статистике, все-таки рост числа посещений кинотеатров именно в периоды неких потрясений, да, наблюдается. Ну, это, по-моему, не только у нас, это и в Европе, да, чувствуется, что это так, и статистики вот это поддерживают, да. Когда все хорошо, да, можно, собственно, и дома провести время, да, и заняться. Да, можно купить себе дорогой капучино там. Да-да-да, и посидеть. И посидеть, поговорить с близкими, это нормально. Хорошо, спасибо. Ну, и сейчас еще раз послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья мои, мы продолжим. Бизнес-класс на Финам.ФМ, на Финам.ФМ. И меня зовут Олег Дмитриев. А тема сегодняшней программы – кинорынок России и Ирландии. Мы определяем сходства и различия, ну, и, собственно, просто рассуждаем о том, как выглядит и тот, и другой. В гостях у меня Джерри Маккарти, сценарист, режиссер, сооснователь фестиваля Ирландского кино и глава коммерческого отдела посольства Ирландии Российской Федерации. Для тех, кто только присоединился к нашему эфиру, я напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.ФМ. Собственно, отправная точка нашего сегодняшнего разговора. Еще раз напомню, это фестиваль Ирландского кино в России. Ему уже, слава Богу, 5 лет в этом году исполнилось, с 2008 года. И у меня есть вопрос к вам, уважаемые слушатели. Кто-то из вас, было бы очень интересно нам с Джерри услышать мнение, был ли на этом фестивале, ну, или просто кто-то из вас смотрел что-то из Ирландского кино, и, собственно, ваше отношение очень интересно, понравилось, не понравилось. Ну, как минимум, да, мы сегодня об этом уже упоминали, мы очень близки ментально. Я думаю, что как раз Ирландское кино, оно до сердца может достучаться россиянина, до сердца. Ну, плюс еще, как я говорил, они подобраны специально, именно, чтобы попытаться. Мы смотрим, и смотрим обычно вместе с Джоне Урали, по которому я говорил. Но мы уже уверены, что какой-то отклик будет. Редко бывает так, что фильм, который мы показываем, абсолютно просто не имеет никакого. Мимо, да, мимо проходит? По крайней мере, нам так нравится думать. Ну, это логично. А, кстати, по поводу откликов, есть ли пресса какая-то в России по поводу фестиваля? Пресс больше, рецензии, я не знаю, мало видим. Иногда действительно есть какое-то, скажем, чудо. Вот, был фильм несколько лет назад, показали «Голод», «Голод» с Майклом Фассбендером. Это, наверное, был самый-самый громкий отклик за все это время. Так что, вот, скажем, и говорил, «Черная комедия», вот, скажем, есть фильм, который мы еще раз, второй раз показываем в этом году. Называется «Фильм с моим участием» или «Со мной в главной роль», зависит от того, как переводится. Ну, нет, «С моим участием» это может быть роль второго плана, а «Со мной в главной роли» это уже другая история. Ну, получается, и так, и так, как ни странно. Такой, как по-ирландски, такой шизофренией немножко. Поэтому, не, мы уверены абсолютно... Как фильм-то называет, Джерей? А? Как фильм называется? Этот фильм? Да. Фильм называется «Фильм с одной главной роли». Опять же, это не я, не играю. А, вон, это такое название. Да-да-да, перестал уже играть, уже надо быть серьезным человеком. Ну, я вижу, теперь у вас главная, да, я так понимаю, задача, это возглавлять коммерческий отдел посольства Ирландии в России. Ну, да, это основная работа, это работа, ну, я занимаюсь два года почти. И это было именно на основании вот те опыты, которые были, в том числе и кино, и кинобизнес, именно деловой часть кино. Когда очень много инвесторов, которые появились в 90-х годах, вот они были именно инвесторами в других областях, и было такое пересечение именно с их бизнес-интересом, вот, скажем, когда им нужен был какой-то контакт именно с Западом. Поэтому как-то вот через какое-то время там, как и продюсер, как и режиссер, вот, был больше разговор о каких-то проектах таким, скажем, инновационной там, скажем, недвижимость. И этот опыт накопилось, именно чтобы поддерживать достаточно грустную жизнь, как, естественно, страдающий вот режиссер и сценарист. — Я понял. Хорошо, давайте вернемся опять к бизнесу, да, к кинобизнесу. Поговорим еще раз о, ну, взаимосвязях, может быть, российского, ирландского кинорынка. Еще один такой момент. Насколько разнообразны вообще сюжетные истории, жанровые истории, точнее, в Ирландии? Потому что, ну, вы уже сказали, да, блокбастеры принципиально мы не хотим снимать, ну, и по разным причинам не хотим. А вот какие другие жанровые, так сказать, кино можно упомянуть? — Ну, если смотреть на общие прокатные ситуации, за последние 2-3 года, может быть, все усинкронизировалось достаточно сильно, что вот сейчас, если выходит фильм здесь в четверг, он выходит там в Ирландии, там, плюс-минус неделю. Это вот все эти вот коммерческие фильмы. Что касается жанра, я уже говорил, там, ну, в основном это черный юмор, или как намек на черный юмор, присутствует во всех абсолютно фильмах. У нас исторических фильмов нет, потому что они слишком дорогие, чтобы снимать. Поэтому, опять же, очень много наших авторов, они смотрят сначала, откуда будут деньги, и понимают, что вот лучше современное кино, а сегодняшний день будет снимать. — То есть опять это меньше затраты просто, да? — Меньше затраты, но, опять же, вот если, скажем, контекст сценария вот правильно подобрана, да, и вот человеческие импулсы все правильно, тогда, по идее, вот, ну, исторически зачем его исторически снимать? — Ну да, он может быть и о современном, правильно, если речь идет о взаимоотношениях. — Да, да. И заинтересованность именно в исторические какие-то костюмные драмы и так далее, это, опять же, вот часто это вот именно финансовые. — Финансовые проблемы, да? — Ну, финансовые интересы. — Интересы, да. Извините. — Дорого стоит там снимать, тогда вот, скажем так. — А, кстати, ирландское кино в Ирландии снимается? — Да, да. Больше в Ирландии и уже, как бы, используются все эти вот носители новой цифровой технологии. У нас один фильм сейчас вот, который был показан первый раз вчера на фестивале, он был снят за 4 тысячи евро, при этом полным стажем масштабным кино. — Ничего себе. — Да, на широкие экраны все остальное. И вот это отсутствие, опять же, вот свободной деньги очень часто будет провоцировать на какие-то инновационные моменты или какие-то, скажем, другие ходы, которые очень важны для именно, опять же, правильного, скажем, самовыражения. — То есть речь идет о том, что, ну, условно говоря, да, у нас такой узкий бюджет, да, небольшой бюджет, но кино-то мы снимать хотим, поэтому мы ищем возможности, да, чтобы донести какими-то другими, может быть, способами. — В этом случае это что важно, там, что актер чувствует и показывает, или вот что он находится на фоне, там, скажем, какого-то, там, стрибительного что-то. Но главное, что вот глаза чувствуются. — Я понял, я понял. — Хорошо, об актерах заговорили, очень интересно с этой точки зрения услышать ваше мнение о профессионализме режиссеров, сценаристов, актеров, кто эти люди, да, если, я не знаю, там, в Ирландии существуют специальные какие-то институты, у нас есть Академия театрального искусства. — Ну, вот именно Академия театрального искусства, и нет такого ощущения, что есть Академия именно киношного искусства для актеров, и это, я чувствую на себя очень долго, что работать именно с безумными талантливыми актерами, которые театральны, иногда просто не получается в кино, все равно получается какой-то наигранность. — Такой-то, да, театр получается. — Да, театр, и вот эта идея, крупный план, опять же, где вот, может быть, как мелкие-мелкие движения, там, подсказывает очень много информации, вот здесь это должен быть громкий, там, с размахом, и все. — Это еще есть проблема, есть, естественно... — Но это, подождите, это проблема ирландской школы, или это принципе проблема? — Нет, это проблема российской школы, если сравнить. И часто бывает так, что, опять же, вот те, которые учатся у нас, может быть, на театральной, они тоже проходят какое-то, скажем, кинообразование, чтобы, опять же, понять вот это минорное и мажорное, мы скажем, отношение к играм своей. — Ну, то есть актер в кадре, в кино — это другое, да, другое его воплощение, чем он на сцене. — Идея должна быть, конечно, должна быть более естественной, и ему не нужно, вот, скажем, передать его чувства до конца зала, вот, скажем, 100 метров от него, он должен это передать буквально вот через вот глазок вот этой камеры, и вот если он это правильно делает, это попадает сразу в яблочко. — Но это специально этому учат, или все-таки это уже актер приходит непосредственно на площадку, и ему режиссер... — Гениальные актеры все учились, вот, нормально, если, опять же, смотреть на Даниэл Дэй Луис, или, там, Арлен Бранду, и так далее, они все прошли через специальную учебу, но специальную учебу с акцент на кино, с подготовками кино. — И очень часто киношные актеры, когда они переходят обратно в театр, они не справляются, потому что у них, опять же, вот это минор постоянно. — Ну, очень часто бывает так, что героев или, там, известные вот звезды, они вот с улицы почти, они типажи, которые могут именно показывать именно то, что очень-очень ассоциироваться с героем, антигероем. — Это момент тоже, пока еще, мне кажется, не совсем... — Не совсем что? — Недоработанность. — Недоработанность, да. — Я просто, да, с вами соглашусь, действительно, очень много, ну, таких актеров, да, первого эшелона, да, можно мировых, и, может быть, и российской, так сказать, сегменте, можно сказать, они, действительно, они просто вот люди, которые прийти с улицы. И в них, да, у них с этой точки зрения есть некое конкурентное преимущество, что они, да, не обладая какими-то знаниями, какими-то умениями даже, да, вот театральными, они просто живут собственным естеством, и поэтому они естественны в кадре, да, в этом месте. — Да, и хочется на них смотреть, потому что, опять же, взять гениальный театральный актер, который не киногеничный или фотогеничный, у которого нет вот этого, скажем, маленькой искры. — То есть он представляет что-то всегда, да, он все что-то пытается, да, это, естественно, набивает оскомину очень быстро. — К сожалению, да. — Хорошо, а о школе режиссеров хотелось бы очень услышать. — Знаете, вот сложно говорить про, я считаю, по-любому, режиссеры все как коллеги, да, очень много вот отвлекли, к сожалению, вот режиссеры с последних нескольких лет вот телевизионный жанр, и люди, которые должны были, по идее, должны были, вот, скажем, честно заниматься, скажем, свои авторские, там, скажем, самовыражения, ну, просто вот надо же на чем-то жить тоже. — Да, да. — Я вот опять подумал, есть здесь связь с российской действительностью, наверное, тоже, да? — Есть, ну, если так сказать, есть немножко такой паника, да, вот, скажем, опять, что будет завтра, вот эта идея Carpe Diem, да, вот, что сегодня живем, сегодня надо нажать деньги, надо зарабатывать, — А вот именно, скажем, всегда откладываться именно вот тех вещей, которые хочется делать, которые важны. — Они, на потом, на потом, да? — Да, я пойду на некий компромисс с собой, да, потому что буду, условно говоря, сниматься в каком-то, ну, не очень, да, достойном, так сказать, сюжете, или делать буду что-то не очень достойное, ну, даже вот мне самому это не очень приятно. Но у меня есть задача, реально, мне надо деньги зарабатывать. А потом, когда-нибудь, наверное, я что-нибудь сделаю для души, а до этого некие, некоторые просто не доживают. — При этом есть снобизм немножко, да, что коммерческое кино, опять же, может быть насыщено все эти позитивы и человеческие факторы, если оно правильно сделано, и есть очень много примеров, там, не только, вот, скажем, западные, а восточные, где вот чувствуется, что... — Восточные, в смысле, азиатские, да? — Да, где именно вот сейчас, мне кажется, для нас, европейцы, мы смотрим на Америку, может быть, а точно не смотрим на Индию, а мы, если смотреть реальное состояние киноиндустрии, сейчас Азия, это где именно вот такой взрыв абсолютно, вот, кинобизнес и самая выгодная перспектива для тех, которые занимаются там. Реальная индустрия существует и дышит. — Но она при этом не просто, ну, как вот мы сравнивали с блокбастерами, она не просто механическая такая, она еще наполнена... — Они, скорее всего, вот, сохраняют идею, что наш рынок, наш азиатский рынок, важный, а нам не нужно показывать эти фильмы в Америке или в Германии, да? У нас достаточно много народа, и опять же, если мы будем играть на те темы, которые важны именно для нашего народа, они будут ходить в это кино. А очень много компромиссов, к сожалению, здесь, и в том числе и в Ирландии сейчас, потому что вот все думают, о, как я могу попасть в прокате вот там в Америке, да, вот как я могу получить Оскар. — Конечно, да, конкурентно способен. Чем я могу, да, взять Америку, американский рынок? — Ничем, а вот нормальный русский режиссерс и его набор, опять же, вот, скажем, талантов и вот кисти эмоциональной, вот, он будет, половину из них просто никогда использует в блокбастере или американский кино. — Ну, конечно, то есть он просто... — Для тинейджеров вот эти все. — Он не найдет никогда там своего зрителя, да, я так понимаю? Ну, или как минимум это будет? — Только если он будет именно бросать очень много вот этой, опять же, национальной спецификой, вот, народной, да, вот, скажем, это видели там в фильме, как, ну, как, ну, «Ноциональный озор» был абсолютно российский фильм. — Так. — А вот потом появился вот этот второй фильм, не забыл, как называется. — Дневной, наверное. — Не-не-не, там был этот «Анджели Джоливы», там, это называлось по-английски «Wanted», я не помню, как назывались здесь. Опять же, американский кино, который старался быть американский кино, а где-то Хабенский там ходил в маленький эпизод, чтобы именно обратиться к российской аудитории. И не было такое чувство, что вот, ну, если мы снимаем офигительно кино, что все будут смотреть везде абсолютно. Давайте сделаем по-честному. — И так не получилось? — Ну, мне кажется, чаще всего это очень сложно, вот, совместить это. Нельзя быть, скажем, нельзя давать всем то, что они хотят. Надо определить, там, какой рынок есть, именно какой аудитории. — То есть такого универсального кино не существует в принципе, да? Чтобы все его смотрели и все, как минимум, там, что-то... — Ну, бывает, но это редкость. Опять же, вот, бывает, ну, Тарантино... — На уровне гения уже что-то такое. — Ну, да, да, конечно. Где-то что-то найдется вот такое специальное, которое именно уникальное, авторский голос, плюс еще вот, скажем, отклики именно в человеческой душе. — Угу. — И я понимаю, что это деловой, скажем, разговор якобы, но вот эти все моменты, вот, скажем, деньги всегда будут, уходят, тратятся. А если не будет, опять же, это первый импульс, будет очень сложно, скажем, именно создавать потоки финансовые. — Угу. — И это во всем, на мой взгляд. — То есть, если не будет вот этого настоящего, да, и финансовые потоки тоже можно монетизировать, как говорят сейчас, да, будет сложно. — Получается гораздо лучше, когда, опять же, вот есть итоги. — Есть настоящие, да. — Хорошо. Я понял. Спасибо, Джерри. Еще раз послушаем новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, друзья мои, последняя часть, к сожалению, уже последняя часть нашего эфира. Время бежит неумолимо. Мы продолжим его. 12 минут у нас осталось. Итак, бизнес-класс на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев. Гость сегодня Джерри Маккарти, сценарист, режиссер, сооснователь фестиваля ирландского кино и глава коммерческого отдела посольства Ирландии в России. Мы обсуждаем сегодня кинематограф России и Ирландии. Мы говорим о том, что фестиваль российского кино должен найти, естественно, свой интерес и находить свой интерес в Москве, в Питере и, может быть, даже со временем и в регионах. Как вы думаете, Джерри? — Я думаю, конечно. Интерес, который здесь абсолютно видно, абсолютно чувствуется в Москве. Сто процентов есть и в регионах. И через основную работу и достаточно много, скажем, путешествий по России. Я знаю, что везде приемы и реакции на Ирландию и на нас – это очень положительно. И есть, опять же, вот это, скажем, интуитивное какое-то сходство, которое помогает нам именно двигаться дальше. — Здорово. Это здорово. Вернемся мы давайте вот к чему. Мы говорили о бизнесе, о кинобизнесе, о взаимоотношении, собственно, людей творческих, бизнесменов и государства. И абсолютно очевидно, что в данном случае вот поддержка, например, да, в Ирландии, да, поддержка государства, она во многом делает задачу проще. Она, во-первых, позволяет, да, зерна от плевел сразу же отделять, да, собственно, сразу другой уровень, сразу другое качество, ну и так далее и тому подобное. — Ну, без господдержки у нас, у нас просто кино авторские, вот именно фестивальные кино, которые показываем, и даже вот полукоммерческие кино просто не будут. Не будут, и поэтому, скажем, очень сложно, если, опять же, вот, скажем, человек, который хочет самовыражаться, хочет там обратиться к аудитории, зрители, если у него нет такого возможности снимать там не только на коммерческие условия, будет безумно сложно там дальше что-то делать. И, тем более, показывать именно свои стороны, вот свои, как бы, личные там качества именно в лучшем свете. — Вот в России, с этой точки зрения, на ваш взгляд, да, есть очередная проблема? — Ну, меня вот непонятно, почему нет. Сейчас я знаю, что было много разговоров в течение много лет, потенциальные, опять же, льготы, там, господдержка, есть, естественно, кинофонд. Но я имею в виду, вот, для более широкой, вот, скажем, части инвесторов, что, действительно, если они зарабатывают деньги, что они могут вложить эти деньги в кино, и что они могут эти деньги именно оставить здесь, в России, если столько денег, скажем, исчезает из России. Ну, почему не стимулировать людей хотя бы посмотреть на какое-то там, я не знаю, наследство через кино? — То есть, вот, одна из задач, я так правильно, если вас понял, да, что государство не создает условия для инвесторов, да, с точки зрения вложения в отечественных кинофондов. — Да, отдельно, вот, скажем, если смотреть отдельно от кинофонд, который действует, естественно, где есть именно бюджеты и все остальное, да, должен быть для более широкий круг, скажем, инвесторов, которые так же вот хотят, может быть, отчувствовать патриотизм, там, поддерживать кино, вернуться к кино, которое было. — А ведь таких наверняка много. — Я думаю, что они... — Они есть, да. — Они были много, немножко они, конечно, вот, они их, как сказать... — Распугали. — Распугали, да, распугали. — Ну, конечно, они есть, люди живут здесь, работают здесь и хотят именно прийти в кино, конечно. — Совершенно верно. То есть, для этого нужна какая-то политическая воля, об этом мы говорим? — Ну, политические воли, я не знаю, я знаю, что это было бы неплохо именно вот системы, которые именно, опять же, вот, мотивируют вот этих вот инвесторов прийти в кино и не смотреть только, вот, скажем, на потенциальные прибыли, а именно понять, что есть немножко другая схема и другой способ делать так, что это им выгодно будет. — А есть еще, вот, смотрите, ну, понятно, что мы противопоставляем, есть кино коммерческое, да, не всегда художественно, оно высоко, на какой-то высокой планке, да, но зато оно позволяет зарабатывать деньги, может быть, да, играя на каких-то, так сказать, низменных, да, ассоциациях, низменных чувствах, ну, в конце концов, да, если смотрят, значит, это кому-то надо. А есть у нас, ну, вот я опять с российской точки зрения, есть у нас пресловутая такая история, связанная с кино авторским. Там авторское кино — это для такого узкого сегмента, да, это для людей, которые там в себе погружены, да, значит, общая масса, да, кинозрителей наверняка его не поймет, поэтому оно особняком. — Ну, если смотреть, скажем, на население России, вот этот не очень большой процент людей, которые понимают авторское кино, все равно, это миллионы людей. Эти миллионы как-нибудь... — Ну, то есть в абсолютных цифрах, если, да, это миллион людей, это огромное число. — Нисколько миллионов, конечно, да, если смотреть процентные отношения, и им нужен чуть больше, чем просто, вот, опять же, как я говорил, взрывов и вот там, и красивые там мальчики-девушки. И, по идее, это видно по, скажем, кинотеатру, который показывает авторское кино и фестивальное кино, вот, их в Москве уже больше и больше, люди ходят, есть очереди, и они приходят, они приходят сейчас уже смотреть фильмов не дублированно, а именно с субтитрами на оригинальном языке. Есть прямо подключение там и всякие оперы и так далее. Это абсолютно отражает правду, которую мы и знаем, что умные, интеллигентные, образованные людей, любопытные, которые ходят в театр, допустим, которые читают книги, которые можно видеть на метро, вот, с айпад, вот, скажем, левая рука, и вот книги правой рука, которые почти больше нигде в мире не видятся, им нужно что-нибудь, чтобы развивать свои мозги и свои сердца. То есть получилось в какой-то момент, что они их просто забыли, правильно? Все шло вот для того, чтобы заработать денег, а есть какая-то... Ну, они потеряли свой голос, да, потеряли свой голос, и, к сожалению, опять же, это очень свойственно для очень многих из этих людей, они не будут там, скажем, кричать и орать, что что-то мне нужно и так далее, они тихие. Они просто откроют книжку, в конце концов, если я не имею возможность для себя что-то найти в репертуаре кинотеатра или даже в репертуаре театра, сейчас об этом тоже, наверное, да, можно упомянуть, что многие театры также нацелены именно на зарабатывание денег, да, я не говорю не о репертуарных, может быть, а о репризах. Это абсолютно стопроцентное заведение для зарабатывания денег, и мы все знаем, что это зарабатывают деньги через продажу попкорна и кола. Именно прибыль, это именно от этого. Ну, далеко не идешь на эту прибыль, скажем, если у тебя есть какой-то духовный голод, который надо кормить. И вот сейчас вот эти люди ходят реально, скажем, голодными. Голодными. Так, задача тогда у нас возникает, миссионерская задача, надо вот этих людей накормить, и помимо участия государства, все-таки кто должен этим заниматься? Еще. Ну, я не знаю, миссионерскими это вот может быть слишком так. Ничего, пафос, я думаю, немножко можно. Ну, надо понять, что эти люди есть, и они имеют полноценные, скажем, права на то, что будет что-то создано для них именно в современной системе. Ну, в данном случае всегда мы говорим, да, вот кто эти люди, которые должны инициативу некую проявить. Ну, понятно, можно опять-таки традиционно надеяться на царя-батюшку, да, на том, что кто-то сверху прикажет и скажет, вот теперь вы будете заниматься авторским кино, вот для вам деньги для этого и вперед. А если это не случится? Выделить, опять же, какой-то квот на рекламу для авторских кино, именно активно, что они не должны бороться с этими огромными плакатами все время, что люди узнают об этом, что есть какая-то ситуация, может быть, дотация для этих фильмов в прокате, да, что какие-то кино, я не знаю, сейчас, если это было, но был какой-то момент, когда был разговор о квоте, да. Квоте, если, естественно, он нужен, именно российские, местные, творческие, я не знаю, там, арт-хаусные кино. Мне, знаете, еще интересен такой момент, а вот как люди искусственные, непосредственно, да, те же самые режиссеры, операторы, актеры, вот как они найдут себя, да, вот в этом месте? Потому что, ну, опять, задача простая, я иду сниматься или снимаю то, да, чтобы заработать, а вот это не принесет мне денег, вот что должно мотивировать актера, чтобы он снимался в авторском кино, в частности? Ну, по-моему, в истории жизни, вот, скажем, понятно, что мы живем в реальности, не хочется быть наивным, но вот именно суть, там, творческого человека, там, это то, что он готов немножко страдать ради своего искусства и ради вот этой, скажем, передачи правильной информации под зрителем. Это вот то, что, значит, ну, известные фразы, да, великие говорили, то есть художник должен быть голодным всегда, вот. Желательно он и должен быть, но, конечно, он должен понять, зачем он выбрал эту профессию себя, если, после тех людей, которые я знаю, даже, вот, скажем, с Санкт-Петербург, там, 20 лет назад, которые, ну, бросили, вот, заниматься кино, бросили рисовать, бросили, там, скажем, писать, я не могу сказать, что они... Потому что они перешли именно коммерческий, чистый коммерческий... То есть, потому что это не приносило денег, да, и они были вынуждены заняться всем другим. Да, они вот начали, там, продавать колготками, там, и так далее, я не могу сказать, что они сами счастливыми людьми, которые я вижу сейчас. Даже если этот бизнес, колготки, да, или что-то другое, стал успешным. Даже если это принесло им деньги, да, вряд ли их можно назвать счастливыми. Об этом речь, да? Мне кажется, да. Не всегда, конечно. Ну, безусловно, безусловно. А есть ли возможность, вот, человек, действительно, ну, мы... Понятно, о чем мы говорим, мы говорим о 90-х годах, когда всем было, да, и страна проходила огромную, так сказать, перетурбацию, и очень многим было тяжело. Кто-то действительно сменил ее род деятельности, а для творческого человека это особо... Да, он же ранимый очень, да, для него это особенно проблематически. А есть примеры, которые говорят о том, что многие творческие люди потом вернулись опять в профессию для того, чтобы уже... Старались вернуться, но стараются вернуться. Но не думаю, что вот я могу сказать, что от собственного опыта, я же сейчас не занимаюсь кино, да, вот я как бы нашел как-то применение себя вне кино, не в искусство. И через какое-то время вот это, опять же, реально есть нефтный мир, коммерческий, там, я не знаю, ассорский и так далее. Очень сложно вернуться обратно, очень сложно, вот, скажем, отказаться от каких-то, скажем, привычки даже. Не обязательно материально. Нет, нет, я понимаю, конечно, потому что образ жизни меняется, он меняется структурно просто, да. Надо поменять опять, переставить мебель, что называется, да, в квартире, и не каждый на это решится. Джерри, значит, у нас не так много времени, давайте мы еще раз вернемся, и, наверное, стоит проанонсировать этот самый фестиваль ирландского кино и фестиваль Ирландии, да, как правильно сказать. Ну, неделя Ирландии, там, в рамках которой есть именно ирландский кинофестиваль. Вот, он начался, вот, открытие было 13 число, он идет до 24 марта. Да, вот, вся информация на сайт irishweek.ru, либо на irishfilm.ru. Ну, либо просто в гугле забить, да, фестиваль ирландского кино. Да, 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 и вот все найдется, вот, у нас очень интересная программа. Сегодня вот в ЦДХ откроется вот ирландский бар по названию Hooligans. Опять мы о баре, смотрите. Да, 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 но это вот, чтобы именно, вот, скажем, чтобы дать людям отдохнуть, там, обсуждать свои, там, скажем, дочки, впечатления и так далее. Что я очень надеюсь, что все придут, вот, в ЦДХ именно в течение, вот, ближайшей полтора недели, вот, будет очень много разных развлечений, и вот сайт есть, посмотрите на irishweek.ru. Спасибо, спасибо. Спасибо, мы благодарим Джерри, во-первых, за то, что он пригласил нас всех с вами на фестиваль ирландской культуры, давайте так это назовем, да? Во-вторых, за то, что он нашел время и был сегодня в нашей студии. Еще раз напомню, в гостях Джерри Маккарти, сценарист, режиссер, сооснователь фестиваля ирландского кино и глава коммерческого отдела посольства Ирландии в Российской Федерации. Уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание, это был бизнес-класс на Финам. Ну, и из нашего сегодняшнего разговора, собственно, как всегда, мы делаем только позитивные выводы. Мы очень похожи, и дай бог, чтобы мы двигались вперед в правильном состоянии и вместе. Всего хорошего, до свидания.